Благословен Бог наш, Царь наш, Владыка наш, Отец наш, Сущий на небесах, благослови Господь это собрание наше, Боже благослови всех нас собравшихся, благослови Господь Боже во имя Иисуса Христа, как добрый Отец, благой Отец, Ты собираешь нас, детей своих, под своим покровом святым, Боже всемогущий, благословен Ты, возлюбивший мир, благословен Ты, отдавший жизнь свою за нас, кровь всем проливший за нас, слава Тебе, Боже наш, благодать Твоя приводит с нами в этом служении, Господь, как Отец, благослови своих детей сегодня отцовским своим благословением, благослови исцелением, спасением Божи в полноте, во всей полноте, Господь, во имя Иисуса Христа, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Бог Бог, Господь Господствующий, Боже наш, благословен Ты, во имя Иисуса Христа, аминь, аминь. За голову, за кровь, мы Тебя благодарим за воскресенье Твое, за победу Твою. За голову, за кровь, мы Тебя благодарим за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, Отец, благодарим Тебя, Иисус. Благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим. Благодарим, за все мы благодарим. За голову, за кровь, мы Тебя благодарим. За воскресенье Твое, за победу Твою, за голову, за кровь, мы Тебя благодарим. Благодарим Тебя, Отец, благодарим Тебя, Иисус. Благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим. За все мы благодарим. Слава Тебе, Господь, Бог наш, благословенный Царь наш. Помолимся, друзья, братья и сестры. Благословенный Отец наш, сегодня собравший нас вместе, как птицы птенцов под своими крыльями, под Твоим святым покровом, Боже наш. Благословен Ты, Бог наш, великий, проживущий в сердцах людских, живущий среди народа своего, Боже. Мы собрались во имя Твое, Господь, во имя Иисуса Христа, Боже, и веруем. Аминь, что Ты среди нас сейчас, не только в наших сердцах обитаешь, царствуешь, живешь, но, Господь, и среди нас во всей Своей полноте, Господь, царствуешь. Во имя Иисуса Христа взываем к Тебе, Господь Боже, благослови нас сейчас. Благослови, Господь, сегодня Киев, Боже. Благослови сегодня по богатой своей милости, Боже, в этом великом городе, Господь, здесь, на берегах Днепра. Боже, всех любящих Тебя, Тебя боящихся, Господь. Боже, верующих разных церквей, разных конфессий, Боже, деноминации, Боже, всемогущий. Пусть славится имя Иисуса Христа всегда здесь, непрестанно. Боже, как фимиан, поднимается к престолу славы. Боже, некогда Господь зловония поднималась с этой земли безбожия, противобожия, атеистической пропаганды, войны, Боже, кровопролития и гнева и ненависти. Боже, но ныне, Господь, то время умолял эту землю, Господь, и унижал и оскорблял Твое величие, Господь, Боже, но нынешнее время, да прославит Тебя, Господь. Пусть сегодня более и более фимиан молитв святых поднимается к престолу славы. Боже, пусть сегодня, Господь, хвала Тебе, Боже, возносится с земли нашей непрестанно, ежечасно, во имя Иисуса Христа. Пусть на улицах и площадях этого великого города, Господь, Боже, возносится Тебе хвала и слава. Боже, в каждом доме, Господь, Боже, на каждой улице, на каждой перекрестке пусть звучит слава Иисусу Христу. На веке слава Богу Святому. Аминь. Иисусу слава! 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 Иисус слава! Иисусу слава! Луная песня нас хылами Днепра! Иисусу слава! Иисусу слава! Спевает вина Украина! Люди в Украине, поднимайте руки, прославляйте Сына! Иисусу слава! Иисусу слава! Луная песня нас хылами Днепра! Иисусу слава! Иисусу слава! Спевает вина Украина! Иисусу слава! Иисусу слава! Луная песня нас хылами Днепра! Иисусу слава! Иисусу слава! Луная песня нас хылами Днепра! Иисусу слава! Иисусу слава! Луная песня нас хылами Днепра! Иисусу слава! Пусть слава! Хвалу! Великому имени Твоему, Боже! Воспевают все народы! И здесь, в Киеве, Господь! На берегах Днепра! По всей Украине, Господь! И по всему лицу земли! Потому что вся тварь стенает и мучается! Боже! Потому как действительно землю всю уехарадит! Боже! Потому что действительно Ты грядешь, Господь! И не в безмолвии! Гряди, Господи Иисусе! Божий, гряди, Господи, приходи, благостовен Ты Царь наш, благостовен Господь Бог наш, во имя Христа Иисуса. Аминь. 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 А вот для еще соборника, может, что стоим еще? Вот, что говорили еще, какие песни. Там еще была... Маны, сердце, мечтою, вы с небес выкупая, Нашей общей судьбою Стала верва живая, Он нас делал родными, Он нас делал друзьями, Дал нам новое имя, Нас зовут христианин. Он нас делал родными, Он нас делал друзьями, Дал нам новое имя, Нас зовут христианин. Иисус, наш друг, мы на деле узнали, Он нас делал друзьями, Он нас делал друзьями, Дал нам новое имя, Нас зовут христианин. Он нас делал родными, Он нас делал друзьями, Дал нам новое имя, Нас зовут христианин. Он дарует спасенье, Он дарует спасенье, Мире счастья безмеры, И второе рожденье, Только искренне веруй, Он нас делал родными, Он нас делал друзьями, Дал нам новое имя, Нас зовут христианин. Он нас делал родными, Он нас делал друзьями, Дал нам новое имя, Нас зовут христианин. Аминь, аминь, аминь. Спасибо, Господи, за то, что Ты сделал нас новым творением. Мы один народ под властью Твоей, Бог наш всемогущий, христианин. Благословен Ты Бог наш за новое имя, которым Ты нарек нас, Божиим. Назвал нас своими, назвал нас друзьями, назвал нас близкими, родными, Господь, одной семьей Своей, Божиим, и нас, детей Своих, благослови сегодня, Благой Отец, благослови, Господь, народ своим миром, своим шаломом, во имя Иисуса Христа, Божий наш, благословен Ты Царь наш, благословен Господь, Бог наш отныне и вовек. Аминь. Аминь. Я колен, спою по четырехмесяцам, мне очень нравится. Я колен прагну до подобных. У меня была, что, тоже сначала себе вот такой же, как у брата, там, все эти псалмы есть уже, и псалмоспивы сначала. Я колен прагну до подобных. Да, душа моя прагну тебе. Не, не, давайте сначала сначала. Не, не, не так, не так. Надо вот прагнуть, прям, чтобы душа прагнула. Я колен правне до потоких. Да, душа моя прагне тебе. Я колен правне тебе. Я колен правне до потоких. Я колен правне до потоких. Я желаю тебе сказать, что я так люблю тебя. Ты один моё сердце знаешь, в него ты любовь вливаешь. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. Роздягнув ти пробиті руки і від смерті мене врятував, щоб звільнити мене від муки на хресті ти кров проляв. Ти один моё сердце знаешь, в него твою любовь вливаешь. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. Ти один моё сердце знаешь, в него ти любовь вливаешь. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. Благословен Господь, Бог наш. Любим Тебя. Молимся сейчас, благословляем Бога, благодарим Бога за всё. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твоё, да придёт царство Твоё, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем блажникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твоё есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Благослови Господь ход дальнейшего собрания, служения. Благослови всех нас, потому что без Тебя мы ничего не сможем сделать, Господь. Но с Тобой мы сможем сделать всё. Боже, паки и паки, снова и снова прошу Господь. Благослови Господь нас. Благослови сегодня Киев. Благослови сегодня разные собрания, служения, которые по всему городу проходят. Боже сегодня, этим днём, этим утром. Благослови всех нас во имя Иисуса Христа. Слава Тебе за всём. Аминь. 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 Пожалуйста, присядьте, друзья. Да, приветствую. А, вы явя на красоте, да? А, слава Богу. А сама она не смогла быть, да? А сама она не смогла быть? А, хорошо, что вы добрались, спасибо. Присядывайтесь, вот, может быть, даже с остальным местом как раз уж. Да, я здесь сяду, здесь сяду. Путиклею будет. Здесь вот так не жарко. Да, ничего. Свежо. Я травы пляжу. Ничего. Здесь ещё ремонт идёт ещё. Там ремонт, здесь ремонт всё, если ремонтируется. Да, слава Богу. Так, и слава Богу. От Луки читаю. Святое благорестование. Сегодняшнее чтение. Сегодня у нас, ну, воскресный день, понятно, да? Воскресенье. Но вот по традиции, древней уже, полторы тысячелетней традиции, вот эти недели, они, как считается, подготовительны, что ли, к посту и к Пасхе, собственно, как бы. Вот, и, допустим, была неделя воскресенья, это была, значит, посвящённая Материю и Фарисею, допустим. Да, вот, значит, как раз, это было такое размышление. Сегодня, вот, по всей Руси читается из Евангелия Луки, с 15 главы. Везде, по всем храмам, любого храма зайдёте, везде читается этот фрагмент из Писания. Вот. Вот, и я прочту как раз именно этот фрагмент, но вначале поясню кое-что. Это из притчи Христа, из притчи Иисуса Христа, где он рассказывает о потерявшихся и обнаруженных. То об овце одной рассказывает, которая потерялась, заблудилась. У хозяина было 100 овец, целая такая отара, чабан был такой. И вот у него одна овца потерялась. И он нашёл это овцу, порадовался. И вот, потом про женщину там рассказ был другой. Там уже другой немного счёт был. У неё было 10 монет, ну, допустим, золотых монет, к примеру. Вот. И вдруг одна потерялась. Вот, она искала, искала, мела, всё. Ну, представьте, ну, не могла ж пропасть. Нашла монету эту, вот, она порадовалась. Вот. Ну, представьте, тогда была большая драгма. Большая день, большие были суммы. Вот. И она порадовала, даже соседку, ну, поделилась радостью с другими там людьми. И вот потом, знаете ли, вот, враг похищает одного из двух. То одного из ста, да, заметьте, да, потом одно из десяти похищает. А здесь уже двое сыновей было у отца. И одного из них враг хочет похитить. Вот. Но каждый из этих рассказов заканчивается хорошо. Вот. Но притча эта читается сегодня по всей Руси, будем так говорить. И не только. По всем православным храмам, по всему миру, по всей земле. Есть такая традиция. И потом вся неделя размышления на эту тему. Вся неделя, начиная с воскресного дня. Потому как православная традиция, которая была взята еще с еврейской традиции, древней. А там, в свою очередь, и с библейской традицией. Вот. День начинается с вечера до вечера. А неделя начинается вот с воскресенья, по-нашему, да, и до субботы. Последний день недели. Потому что в календаре гражданском нашем, ну, немного к другому все. Там с полуночи до полуночи, во-первых, не с вечера до вечера. Вот. Суточное исчисление идет. Вот. А, значит, недельное исчисление идет с понедельника до воскресенья. А годичный цикл гражданский идет с января до конца декабря. 31 декабря, да. А в православном стиле идет с середины сентября до середины сентября. Идет ежегодный цикл чтений. Вот. И, как бы, многие, даже православные, даже и священники порой, не задумываются, откуда у нас такая странная традиция. Вот. Многие даже священники порой в недоумении, когда им рассказывают, что это взято, ну, в конце концов, с библейских еще источников, что на самом деле это вот с тех самых дней незапамятных, будем договорить. И вот вся неделя идет чтений. И вся, вот, начиная с сегодняшнего воскресенья до субботы будет размышление о, вот, именно блудном сыне. Возвращение блудного сына. Но не только о блудном сыне. О двух, по сути, сыновья блудных. Но это отдельный разговор. Вот. И, а потом, вот, по календарю тоже видим, что после этой недели, уже следующее воскресенье до субботы диагона Максима будем, как раз, отблагать. В Иерея с Алексеем Ивановичем мы уже переговорили на эту тему тоже. Молимся, будем молиться эту неделю за Максима, вот, нашего диагона, будем молиться за его служение. Вот, и следующее уже воскресенье, надеюсь, будет служение уже полногромное будет уже. Вот, и Алексей Иванович будет тоже с нами, как раз. Сейчас его нет с нами, но мы благословляем, где он сейчас находится там, на его рабочем месте. Вот, и, так вот, и следующее воскресенье, и вся неделя, следующее, с воскресенья до следующей субботы, она в народе называется так вот, ну, масляной, да, или как там, масленица, масленица. В церковной традиции сырной еще называют ее неделю. А вообще, по календарю церковного, если можно скачаться, посмотреть церковный календарь православный, следующее воскресенье называется «О страшном суде». Вообще, значит, вся неделя о страшном суде. Вот, только как бы многим непонятно, почему самая веселая неделя в году в православной культуре, самая веселая разгульная такая неделя, вот, как вот Пушкин писал там, Александр Сергеевич, что как провода зимы он сравнивает, да, с проводами зимы. И он говорит, и проводив зиму блинами и вином, поминки творим мороженым и льдом. Вот, как бы, и он тоже рассказывал, как раз, о своих переживаниях. Знаете ли, он, хотя он, будем так, чернокожий, да, но он афро-россиянин, получается. Он из евреев эфиопских, значит, и для него, как и для еврея, и для, тем более, эфиопского еврея, как для чернокожего, это как бы другая культура, казалось бы, да, но он настолько влился органично в эту культуру, что стал ее реформатором. И реформатором русского языка, допустим, сегодняшний русский язык, это то, что Пушкин придумал, в общем-то. Он реформировал старый язык, на котором разговаривали раньше, значит, россияне, значит, и придумал вот такой язык, вот такой, построение предложения, допустим, вот сейчас у нас такое, какое-то, сейчас я говорю. Раньше было, как в английском языке или как в немецком, допустим, другое построение предложения. Так уже мы не разговариваем со времен Пушкина. Вот, и уже современники Пушкина признавали, что он был именно реформатором языка. Он настолько вот органично вошел в культуру. И многие вот его сочинения, они стали вот такими именно реформаторскими. Так вот, и он переживал тоже, как вот черный еврей, переживал вот в русской культуре вот такой, как Масленица. Для него было странно тоже. Почему? Он писал там у себя молодым человеком еще в лицее, что неделя называлась, ему было непонятно, о страшном суде, и все размышления, все чтения недели этой посвящаются страшному суду, последнему суду имеется, суду, когда Господь пришел и судит народы, все чтения посвящены этой теме. А она, эта неделя самая, на Руси самая разгульная, с гора катались там, значит, там все, значит, ну, гулянки, значит, там, порой пьянки там у многих, там, значит, ну, занадто уже так уже гуляли уже некоторые. Он удивлялся, как же так, обычно, ну, как бы, допустим, в еврейской культуре, даже в фиопской культуре, у коптов православных, там, у них даже, ну, это страшный судей, это страшная неделя такая, ну, как бы, знаете, ну, как бы, люди там ходят, и, как бы, и немного так ведущее настроение такое у людей. А если брать чисто еврейскую культуру, то, ну, это не весной, правда, а осенью, когда Йон-Ха-Кипурим или Йон-Кипур совершается, то, вообще-то, день суда, искупления, он такой, ну, даже постный, не то, что там блины и вино, вообще-то, там, там, даже не маковый российский, что называется, набожные все евреи. Значит, а взять, допустим, мусульманскую культуру, тоже есть память о страшном суде, так в этот день тоже люди постятся, молятся, каются, а почему же христиане так разбойно ведут себя, как бы, Пушкин недоумевал, он, как в своих сочинениях это все пытался, как бы, так, высказать свое недоумение. Вот, а все гораздо, оказывается, просто. Значит, и Александр Сергеевич тоже немного был в таком, в некотором шоке культурном. Оказывается, в древней еще Византии было повелено еще высочайшими царскими указами всю неделю о страшном суде проводить в пиршествах, в застольях, в гости ходить друг другу, дарить подарки, радоваться, ликовать. Почему? Потому что верующий во Христа не судится, но перешел о смерти в жизнь. Потому что, значит, Бог даровал нам вечную жизнь, и потому мы, в отличие от всех остальных религий, какие существуют на планете, мы будем проводить это время в радости, в ликовании, в торжестве, значит, там, в пиршествах, значит, там, и прочее, прочее, прочее. Ну, потом, как бы, евангельская судьба была забыта, но пиршества остались, гулянки остались, тем более, они еще смешались еще с местными, там, и славянскими, там, и прочими, и германскими, там, языческими верованиями. Ну, это уже другая история. Так что вот так. И слава Богу, будем напоминать людям повод веселья. Не просто провода зимы или встречи весны, а повод для веселья для нас. Это действительно суд Божий. Это благо для нас, для всех, потому что, действительно, верующий на суд, конечно, волнительно это прийти на суд Бога, но верующий, возрожденный свыше человек, как дитя Бога, приходит не как подсудимый. Его волнение иного рода. Его волнение – это волнение свидетеля, который вызван на суд, но не просто свидетеля, а даже сына или дочери суди, который вызван на суд, чтобы давать показания, свидетельствовать уже на том последнем суде. И я знаю, что благодатью я спасен, и это не от меня, это Божий дар, чтобы я не хвалился, чтобы никто из нас не хвалился, Бог уравнял нас всех, подарив нам жизнь вечную. И приняв верою, человек уже живет этой вечной жизнью. Но вот здесь, в этой притче, опять-таки, возвращаюсь, наверное, начну с самого чтения от Луки. Сестры, а, о, вот, ждал вас. Здрасте, здрасте. Присаживайтесь. А где все? А, ладно, ладно, хорошо, хорошо. Вот, читаю в Луки, как раз, почти не попали, в Луки, 15 глава, с 11 стиха, притча Иисуса. Иисус сказал, у некоторого человека было два сына, два сына. И сказал младший из них отцу, Отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней, младший сын, забрав все, пошел в дальнюю страну. И там расточил имение свое, живя распудно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он ран был наполнить чрево с рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Притяжив себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидев его, отец его, и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв, я жил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое, с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка, он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв, я жил, пропадал и нашелся. Аминь. Вот такая притча, ее обычно называют притчей о блудном сыне. Ну, картины все знаете, да, эти знаменитые полотна, есть художников разных, и древних, и современных. У меня тоже есть пару эскизов таких, кстати, очень интересных на эту тему. Мечтаю тоже однажды воплотить это в жизнь. И, знаете, притча-то называемая о блудном сыне, но по совести здесь речь идет о двух блудных сыновьях. Вот. И это очень, вот, как раз такая финальная, и вот об этом как раз и трагедия притча-то. И в то же самое время великое утешение этой притчи. Вот. Младший сын, да, вот, обычно о нем, как бы, говорят как о блудном сыне, потому что, действительно, ну, он хрестоматийный грешник. Вот, как говорится, хлопнул дверью, все, и ушел из дома, забрал часть имения, по тем временам вообще позор. Да вот, многие проповедники на этом тоже акцентируют внимание, это правильно на самом деле, потому что это по тем временам великий позор. Вот, когда сын при живом отце, да, забирает часть имения, вот, по сути, ни во что поставит своего отца, величайшее оскорбление нанес. Вот, ну, фактически редкий отец, ну, по тем нравам, будем так говорить, вот, того мира, да, сейчас это, как бы, уже не так удивительно, вот, но по тем нравам, вот, того времени, это, как бы, смертное преступление, знаете ли, и редкий родитель мог бы, да, приветствую, приветствую вас, редкий родитель мог бы так вот простить даже, вот, не то, чтобы это принять, знаете ли, обратно в дом. Поэтому, пример того отца, конечно, вот, для слушателей, вот, тогдашних, вот, два тысячелетия назад, да, конечно, пример был довольно такой, ну, серьезный. Отца именно такого, благого отца, доброго отца, вот, и тому же слушателям даже тогда, в те времена, было ясно, что здесь идет речь даже не просто об отце, вот, а какого-то супер отца. И, конечно же, здесь видели наверняка намек на Бога самого, что здесь именно указывается на того, кто в молитвах еврейских, в те времена, в разных молитвах звучали такие слова. То есть, Отец наш, который на небесах. Вот, когда Иисуса спросили, как молиться, то Иисус как раз вот с этих слов и начал. Эти слова, которые, с одной стороны, были известны каждому еврейскому мальчику, юноше, мужчине, женщине. Но, с другой стороны, именно Иисус с этих слов начал эту молитву. Авину, Авину, значит, Отец, Авину. В Новом Завете дальше рассказывается, что, что не только Авину, но еще и, когда Дух поселяется внутри человека, то взывает Аба, Аба. А это уже папочка, папуленька, папенька, Татузь. Вот, мне вот запомнилось с того раза еще, как вот был во Львове, там и был в церкви Агапа. И там, значит, пастор Микетишин, он молился Татузь. Мне так понравилось это, как запомнилось, как-то он так это все произносил красиво, что у меня аж запало в сердце Татузь. То есть я тоже его стал так Татузем называть, так вот, часто в молитве с тех пор. Но у него так очень красиво получилось, прям, у него такая мова такая, в принципе, я так, не могу еще так, петь, да, а вот так говорить, разговаривать мне. Но у него очень красиво складно так получается. Вот, надеюсь, в этот раз тоже у них побываю, Микетишина там в гостях. Так что Львовским привет всем братьям, вот, надеюсь, записи посмотрят, обещали посмотреть уже, списывались вчера еще вечером братьям. Вот, и, потому что собираюсь и в Тернополе, и во Львов тоже их раз посетить, там, братья, утешиться общей нашей верой, слава Богу. Вот, и по поводу блудных сыновей этих, знаете, вот, младший того шел так вот, хрестоматийный грешник, да, открытый грешник. Вот, знаете, вот, вот, перед тем, как я прочитал из Писания, да, я рассказал, что Иисус, прежде чем говорил о блудном сыне, да, Он говорил, вот, об овцах, вот, да, одна из ста обед потерялась, вот, потом о Драхме, одна из десяти потерялась. Все закончилось хорошо, в тех рассказах, в предыдущих их нашли, но, как бы, знаете ли, здесь история, она очень такая драматичная, потому что одна овца потерялась, но я не очень-то думаю, что другие овцы переживали по этому поводу, я не знаю там, о чем могут овцы переживать, как бы, вот, я так не сельхоз житель, не сельский житель, но сельхоз работы немного знаю, чуть-чуть. И однажды даже кормил овец, ну, как однажды, там, несколько дней подряд кормил овец, утром, в обед и вечером, мне дали такую норму, показали весь инвентарь, значит, просто хозяева уехали, я остался один на хозяйстве, там, овцы у них, объяснили мне алгоритм действий очень простой, открывать, они все уже знают кормушку, туда все бегут, бросить им, они все едят, я даже с ними там устал, несколько селфи сделал, затем, вот, значит, потом обратно их туда, собрали, там, не как-то, короче, загнать, значит, и закрыть, и все, значит, и потом процедура повторяется, все очень просто, вот, в горах один, вот, правда, еще напугали хозяева, что там медведица была, вот, как бы, сходила, вот, как бы, вот, и явно не вегетарианская женщина, как бы, такая медведица, да, она, значит, там, как бы, может, и овечку, а может, и чабана заходит, мало ли, вот, как бы, поэтому я так, особенно, так, посмотрел по сторонам, ну, там, собаки у них все, вот, значит, и, как бы, так, вот, несколько дней покормил этих овец, так интересно было, один живу, с утра до вечера один, встаю один, просыпаюсь, в горах, значит, это красиво, и вот этих овец кормил, ну, вот, как по моим наблюдениям, несколько дней, вот, наблюдал за ними, там, интересно, конечно, но они там, да, вот, толкаются, как бы, ну, друг от друга так, ну, не очень-то хорошо относятся, вот, там было даже пару таких заморышей, их там, вообще, толкали, прям, значит, знаете, вот, значит, как бы, я понял, как в Библии написано, между овцой, значит, упитанной, даже, и овцой тощей, Бог будет судить, то есть, ему, как вот, чабану такому, вот, да, значит, ему не без разницы, вот, что, там, одна хорошо есть, а другая, там, еле-еле душа в теле, вот, значит, и, ну, я не знаю, что другие овцы там переживали, или не переживали, значит, но, когда одна овца потерялась, значит, ну, вряд ли другие овцы переживали по этому поводу, Это больше чем Манса переживал. А насчет про деньги вообще разговора никакого. Вот знаете, если там, допустим, лежат купюры, да, и одна потерялась. Я не думаю, что другие купюры как-то переживать по этому поводу вообще. Это переживание хозяйки, хозяина кошелька. Вот так вот. Но здесь другой рассказ, здесь совсем другой. Здесь не опция и не деньги. Здесь живые люди со всеми вот этими переживаниями. И вот знаете, вот по поводу старшего сына у меня было однажды больше переживаний, вот даже чем за младшего. А знаете почему? Потому что вот хотя он телом оставался с отцом, физически оставался с отцом, но сердце его оказалось очень далеко. Знаете, интересно, порой те, кто далеко, да, а сердцем близко. Вот тот блудный сын был возле свиного корыта, да, он был далеко от отца, физически. Но сердцем он был уже там, с отцом уже. А этот был с отцом, как бы физически, да, на поле, но его сердце было там, с козленком, с друзьями, там где-то там повеселиться, погулять. Понимаете, значит, вот в чем беда. И по сути эта притча рассказывает нам о том, что всем нужно покаяние. И праведным, и грешным, всем нужно покаяние. И тем, кто никогда не оставлял, знаете ли, отца. И всегда, будем так говорить, ну вырос в вере, да, как тут некоторые говорят, братья рассказывали. Вот я с Михаилом Степановичем разговаривал, с поночкой, когда последний раз он говорил, что я вот, я вот, он мне свидетельствовал. Я вот, от малакоматери, с малых матьей, я верующий человек. Я вырос на церковной скамье. Будем так говорить, для меня все естественным было, вот именно воспринять веру, веру моих родителей, бабушки, дедушки, служители все были, верующие все были. Поэтому вот для меня было это естественным вообще, как само собой разумеющееся, по умолчанию уже разумеющееся. Но все равно, он говорил, подчеркнул, что однажды нам нужно было переживание это иметь, вот именно возрождение. Но опять-таки, а другой человек, он хлопает дверью, уходит. Но самое интересное, Бог хочет, чтобы все мы, действительно, и те, которые остаются, да, с отцом, и те, которые ушли, чтобы были единственные с ним. Вот, и прощали друг друга, как он прощает всех нас. Знаете ли, даже к тому сыну, который не захотел войти в дом отца, вот, обидевшись, оскорбившись, знаете ли, вот, не прощая своего брата, даже его братом он его уже не называл, да, обратили внимание, да, наверное, этот сын твой, понимаете, как будто это не брат его вообще. Вот, то есть вот так вот. Но даже если мы друг друга братьями уже не даже отказываемся называть, братьями, порой и сестрами, Бог даже это стерпит. Знаете ли, даже это он готов через это переступить и по-прежнему нас своими отцами, своими сыновьями называют, как отец. Вот, и поэтому я тоже, знаете, подчеркиваю такую часто мысль, что вот даже если, к примеру, человек ушел, это не только испытание для человека, который ушел, да, значит, вот, например, упал в грех, значит, отступил от Бога. Это еще испытание и для оставшихся, вот, и даже порой неизвестно для кого это больше испытание, вот, значит, знаете, не осудить, не возгордиться, не стать выше, как бы, над тем человеком. Ну, а самые серьезные испытания тогда, когда он снова попадает в общение с верующими собраниями, в своих мыслях уничижить его соблазн, искушение, есть такое. И этими самыми мыслями и гордостью противление Богу приходит, и Бог противится тогда, значит, и тогда ты вне дома отца оказываешься, даже сам того не понимает. Вот, тот брат, который вернулся, будем так, он в доме отца пирует уже, значит, да, значит, со слугами, со всеми, вот, пир же на весь мир приготовлен, а ты вроде бы, вот, всегда с отцом, и ты сам, кому не понимаешь, уже вне отца, вне дома. Но Бог, Он и через это переступает, Он настолько любящий и добрый, что, помните, сказано, что никто не благ, как Он. Никто не благ. По сравнению с Ним, даже самый добрый отец земной, Он злой. Потому что, если мы земные отцы, можем, или матери, соответственно, родители, земные родители, можем даяние благие давать детям нашим. Тем более, наш небесный родитель, Он даст благо просящим у Него. По сравнению с нами, с земными отцами, значит, действительно, Он именно по-настоящему благ. А по сравнению с Ним, мы злые. Даже самые добрые, наидобрейшие, на земле, возможно, самые отцы, наидобрейшие, они злые. И это действительно великое чудо. Бог показал в этой притче, и не думаю, что вот эти размышления, давайте вот на протяжении недели, да, об этом вспоминайте, размышляйте, вот, перечитывайте притчи Христа, по-новому их, как бы так, рассматривайте. Вот, и сегодня я вам молюсь, и к этому призываю тоже вас, сестры, братья, вот, и за старших, и за младших молиться, и за тех, кто оступился, и, может, оказался очень далеко от Бога. Но даже если вы видите, как тот, младший, оказался настолько далеко, что вообще хуже свиньи, хуже свиньи, потому что он даже завидовал этим свиньям, этим хрюшкам, да, которые кушали там эти рожки. Вот, он мечтал напитаться им, то есть он наесться, хотел наесться то, что свиньям давали, но ему даже не давали, ну, может, ему давали что-то поесть, конечно, чтобы он не помер, но даже хуже, чем к свиньям относились к нему. Вот, он, значит, был голоден, голодал, в порогу лыджил, значит, и на хрюшек смотрел с завистью, вот так вот. Но так бы он и помер бы возле свиней этих, возле свиньям корыты бы, если бы он не пришел в себя. Знаете, вот, и еще, это вот, или хорошая иллюстрация тоже, пришел в себя, что есть еврейское слово «чува», и греческое «метанойя», и то, и другое переводится как «покаяние», да, знаем мы, да, об этом. Вот, метанойя, покаяние, это разворот на 180 градусов, и еще это изменение сознания, перемены мышления, вот, это метанойя все, греческое слово. То есть, покаяние, это поворот на 180 градусов, и идти в другое направление. И вот даже правоведники некоторые, учителя, знатоки языка греческого старого, говорят так, что метанойя еще, как вот, использовалась как команда кругом, раз, два. Шли в солдаты в одно направление, и вдруг офицер кричал, солдаты, покайтесь, метанойя, и они разворачивались и шли в противоположное направление. И вот Бог повелевает всем людям повсюду покаяться, командует метанойя, повернитесь, развернитесь, идите в другое направление. Шли в преисподнюю, теперь идите в светлое царство Божье. Вот, а еврейское слово тшува, тоже как покаяние, мы его знаем, но это еврейское слово тшува, оно поглубже, оно более многогранно, чем греческое. Потому что тшува, буквально, возвращение. Вот, вот эта иллюстрация, то, что произошло с сыновьями, это, как раз, история тшувы. Значит, почему? Потому что тшува, вот, дудный сын оказался возле свиного корыта, да, он пришел в себя. Это первая часть тшувы, прийти в себя. Даже не то, что к Богу, а вообще прийти в себя, очухаться как бы, пришел в себя. Вот это тшува уже, начало тшувы. И даже если бы он бы там и пришел в себя, да, вспомнил все это, что он сын отца, что у отца там все хорошо, даже работники едят как люди. Вот, а ко мне хуже, чем к свиньи относятся. Знаете ли, даже если бы он так бы и пришел в себя, и помер бы, да, допустим. Ну, не все истории так хорошо заканчиваются, как вот в той истории, да. Вот, есть покаяние, которые уже все, под забором человек умер. Вот, казалось бы, значит, все, значит, там, значит, беспросветный грешник, значит, и во тьме, и вот, помирает под забором. Вот, но самое интересное, значит, я знаю примеры, когда такие люди, ну, будем так говорить, откровения были некоторые. Они были в небесах, и в великой славе были в небесах. Вот, я хочу один рассказ рассказать, он тоже как притча такая, но вообще говорят, что это реально все было. Рейк Жойнер рассказывал в Америке этот рассказ. Вот, вот, он был восхищен однажды, вот, и в небесах видел одного человека в большой славе. И он спросил, вот того, кто был возле него, кто это, и он узнал эту историю. Это был бомж, бродяга и пьяница, значит, он, ну, был явным отступником, и он жил, бомжевал, и, значит, был под забором где-то. И он так и помер, замерз там под забором. Но, оказывается, он, значит, перед тем, как умереть, он, оказывается, вот, очухался, как пришел в себя, да, и он даже что-то сделал, не помню, там, по-моему, он из себя что-то снял, дал кому-то, да? Читали, да, эти? Вот, я не помню, есть рассказы даже. Это последний поход, да? Наверное, да, последний поход. И он одел кого-то. Вот, кого-то согрел, короче, а сам замерз. Вот что-то такое, я помню. И вот он был в славе такой, да, интересно. То есть, он совершил акт отшувы, хотя по-человечески он так и умер, да, вот, значит, как бы и никем, и зовут его никак. Вот, значит, но на небесах, получается, он отмечен был вот таким образом. Очень хорошая притча и рассказ такой, как и хороший. Вот. Много других есть рассказов, еврейских, христианских, разных рассказов есть на эту тему тоже отшуве. Но, слава Богу, в том рассказе у блудного сына, этого младшего, был хороший свод. Он не только вот вспоминал, как бы, да, он решил однажды, я встану и пойду, вернусь домой. Он принял решение твердое. И слава Богу, что он не стал говорить, я вот с понедельника начну новую жизнь, все. А он действительно встал и пошел. Вот, сделал это дело, это тоже отшува, пойти, именно, сделать дело само. Вот, и потом он был уже, вот, возле отца. Отец его увидел, он обнял его, принял его. Вот этот отшува означает еще и принятие, принятие. Потому что, знаете ли, очень много, особенно в христианстве, допустим, и в православном христианстве, в частности, акцентируется внимание вот на, да, внимание акцентируется на, именно, вот, в самом переживании, как бы, прощения, покаяния, да, испрашивания, прощения. Вот, но это лишь часть шувы, это, знаете, ингредиент. О, добро пожаловать. Это один ингредиент только, это не вся часть шува. Слава Богу, да. Потому что шува, это все принято. Еще не просто даже принято, а знаете ли, шува еще означает, вот, войти, вот, как вот, в той притче, да, он вошел в дом отца, и он был на этом Перу уже, он уже не был, понимаете, в каком-то самоосуждении каком-то, да, он наслаждался таким прощением божественным, да. Вот, вот, это тоже шува, божественная шува, слава Богу, покаяние. Вот так, сегодня притча о нудном сыне, вот, притча, ну, о двух этих сыновьях, старшем и младшем. Вот, и, кстати, каких-то еврейских мудрецов в древности еще далекой спрашивали, ну, многих мудрецов еврейских спрашивали, одинаковые вопросы задавали, просто мудрецы разно давали разные ответы. И вот одному мудреца спросили, когда придет Машиах, то есть Христос? Он подумал, сказал такие слова, когда покаяются праведники. Интересно очень. А его решение такое было очень интересно, его слова были очень интересны. Да, вот, и Господь пришел призвать грешников, не праведников, а грешников к покаянию. Вот, но я верю, что перед его вторым пришествием придет время и для покаяния праведников. Значит, если при первом пришествии больше был акцент на покаянии грешников, то, значит, перед его вторым пришествием я верю в это. Ну, еще и в Писании это тоже видно и в Верхнем и в Новом Заветах. Это раскрывается интересная картина о покаянии праведных. Вот, и всех нас Бог хочет видеть в Своем доме, на Перу, Своего Царства. Не вне дома, он хочет видеть действительно на Перу. Он хочет, чтобы все люди спаслись вообще и достигли познания истины. Это мечта Бога, великая мечта, и ради этой мечты он все осуществил. То, что он сделал, возлюбив нас, отдал самого себя, отдал свою жизнь, отдал Сына Своего за нас. Вот, написано, ибо един Бог, един посредник. Там, и да, написано, между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Аминь. Слава Богу. Вот, и пусть Отец наш, Ава, Отче, Сущий на небесах, благословит нас. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Знаете, сегодня Бог пир и для старших, и для младших. Я представляю себе такую картину тоже, интересную картину, где вот на пиру будут собраны все люди, с очень разными судьбами, вот, с очень разными историями своими. Я думаю, на этом пиру нам будет чем поделиться друг с другом, рассказать друг другу. Вот, хотя там будет и так все ясно, все понимать, общее понимание. Знаете, как вот одним словом то состояние писать, это понимание именно, понимание. Будем знать мы истории друг друга, там достаточно будет просто посмотреть, и уже знаешь, как облуплено уже, знаешь уже, ну, все, всю историю. Но это очень интересно, это очень увлекательно будет, потому что...